Изменение климата – миф или реальность сегодняшнего дня? Этой теме сегодня уделяется все больше внимания как в мировых, так и в федеральных и региональных СМИ. Вопросом освещения изменения климата посвятили пресс-тур по Мурманской области. Алина Ваучейская продолжит. Чара, Чара, иди сюда! Полина Герасимова сегодня принимает гостей издалека. В поселок Лопарское приехали журналисты из Ненецкого округа, Карелии и Архангельской области. Представительница народа Саами рассказывает о том, как ее семья ведет быт. В хозяйстве кролики и восемь оленей. Корм для рогатых животных семья Полины собирают вручную. Выезжают в тундру и отбирают влажный ягель. Вывозить оленей не рискует. В последнее время в тундре стало много мусора. Для оленя проблема в том, что если он съедает, а он не может отделить часть мусора от еды, его пищеварение, к сожалению, не справляется. Я не буду говорить, что один фильтр – это смерть одного оленя. Но в целом это большая проблема. И, конечно, когда идет просчет, лениводы всегда отмечают падеж голов, но мы не можем уже констатировать конкретную причину. Но одна из них, конечно же, это вот эта. Об изменениях климата в Мурманской области говорят уже несколько лет. И небезосновательно. Погода стала непредсказуемой, а на арктических землях появились несвойственные для этих краев растения. Об этом участники пресс-тура узнали в Полярно-Арктическом ботаническом саде-институте, который расположен в Кировске. Здесь, на вершинах Хибин, еще 10 лет назад была голая тундра. Березки росли лишь местами. Если смотреть архивные фотографии, в Ботаническом саду такие фотографии есть. Видно, что пояс березовых криволесий и лесной пояс в Хибинах значительно поднялся. И ученые доказали, что древесный ярус в Хибинах поднялся на 50 метров вверх за последние 100 лет. Изменения экологии климата складываются из многих факторов, в том числе и человеческого. Однако, как заявляют некоторые ученые, глобальное потепление и смещение полюсов – явления цикличные. Такой позиции придерживается Денис Моисеев. Много различных точек зрения существует. Каждое свое обоснование выдвигает. Мы придерживаемся того, что все-таки изменения климата носят циклический характер. И вот вопрос в том, какой вклад носит именно антропогенная составляющая, содержание того же СО2, он остается открытым. И требует отдельного изучения, причем на основании реальных данных. То есть мы вышли в море, если касается наших исследований, получили реальные данные. Об изменениях климата сегодня говорят и в мировых, и в региональных СМИ. Но как подать столь неоднозначную тему читателю или телезрителю интересно и доступно. В рамках пресс-тура журналисты из России и Швеции встретились на онлайн-площадке для обсуждения этого вопроса. Ну, конечно, мы тут обмениваемся с коллегами темами, которые приходят, когда мы эту тему изучаем. Мне очень понравилось, как шведские коллеги, у них была идея поговорить с местными рыбаками там в Швеции. Я подумала, что у нас то же самое можно, потому что эти люди, которые каждый год выходят, они видят, как лед тает, как ведет себя рыба. И вообще это классная, мне кажется, мысль. Пресс-тур об изменениях климата был организован неформальной ассоциацией «Баринс Пресс». Она включает в себя журналистов северных регионов четырех стран – России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Семинары и пресс-туры ассоциаций помогают пишущие братья общаться и обсуждать вопросы освещения схожих тем – жизнь коренных народов, экологию и изменения климата, а также другие. «Баринс Пресс» – это про сотрудничество журналистов, а не про то, чтобы только узнать какую-то проблему или о каком-то моменте. Поэтому наша задача была, несмотря на закрытые границы, свести журналистов разных стран, в данном случае России и Швеции, чтобы они совместно обсудили именно журналистский вопрос работы над таким большим глобальным вопросом, как изменение климата. Не секрет, что наши зрители и читатели, как и зарубежные, не любят читать на эту тему. Это всегда плохие новости, это всегда уровень воды повышается, ледники тают, это надо что-то делать с собственным стилем жизни и так далее. Наша задача была найти какие-то, чтобы журналисты совместно нашли какие-то точки о том, как писать об изменении климата так, чтобы об этом было интересно читать, и как заинтересовать читателей в регионах, на местах в этой повестке. В планах у «Баринс Пресс» продолжить проведение подобных семинаров и пресс-туров. Организаторы с нетерпением ждут открытия границ, чтобы встречи журналистов из северных стран, как и до пандемии, проводились в очном формате.